друзья всем привет сегодняшнее видео будет посвящено канарейкам 2021 года поговорим с вами про молодняк почему решил сегодня затронуть эту тему тема на мой взгляд очень важная у меня допустим несколько самок у одной самки вылупились птенцы у другой самки вылупились птенцы я их посадил в общую а чтобы их не перепутать их надо каким-то образом пометить это одно но потом у них пошли вторые птенцы у одной самки второй выводок и другой самки второй выводок а второй выводок и первый выводок это же уже родные дело в том что родного брата и сестру в канарейках паровать нежелательно могут появиться всеразличные уроды надо паровать немножко по-другому в общем я попозже об этом сниму специальное видео расскажу по порядку сейчас не будем вперед забегать тема большая в общем сегодня я вам продемонстрирую свой детский сад там набралось уже примерно 10 9 примерно канареек может 11 я так точно не пересчитывал потому что они подвижные прыгают и как бы трудно сосчитать точно но суть в том что будем сегодня мы их метить раньше я использовал для этого зеленку или красную зеленку есть такое средство сейчас забыл как называется в общем метил но потом каждый месяц приходилось освежать эти метки это очень неудобно очень трудоемко потому что канарейка купалась и зеленку она смывала сегодня в этом году я применил кольца у меня на канале есть видео как я кольцую семидневного птенчика несъемным кольцом которая не снимается а сейчас я сделал эти эти кольца я ножичком подрезал разрезал то есть кольцо можно разогнуть ногтями и также снять и сейчас также я ногтями разжимаю и одеваю на ножку сейчас мы с вами отправимся к канарейкам сами все увидите весь мой детский сад посмотрим так пока мы идем канарейкам по дороге вот смотрите еще хотел поделиться с вами своим таким небольшим планом есть у меня такая вот клетка металлическая она легко моется клетка у меня случайным образом образовалась человек мне ее передал с птицей так она у меня прижилась если человек меня этот смотрит будет ехать мимо армавира может заехать забрать но пока клетка чтоб не пустовала значит смотрите что хочу сделать хочу установить здесь палочку жердочку и здесь палочку жердочку и внизу пустить сюда молоднячок именно вот который в этом году вылупляется там и эту эту сеточку повесить допустим на яблоню вот таким образом хочу подвесить на дерево это яблоня и будут здесь прекрасно петь и чувствовать себя молодые канарята солнце здесь получается будет вдоволь но не прямые солнечные лучи а рассеянная солнечная радиация которая полезна птицам птицам в принципе прямые солнечные лучи не обязательно так значит вот эту клетку здесь подвешу и будут они тут чирикать я бы уже это сделал но погода у нас очень холодно относительно влажно сегодня уже пятый день как идут дожди какие-то мелкие несколько дней назад вообще мелкий снег срывался то сейчас пока канареек сюда холодно выносить тем более они у меня малыши там по два месяца по два с половиной по три месяца пока холодно жду жду теплых дней пока будут здесь а потом со временем хочу сделать такой большой вольер на колесиках чтобы он у меня выезжал и в любое место я мог его ставить там то под дерево то под другое дерево а на ночь закатывал обратно к себе в апартаменты ну побежали канарейка мы тоже заболтались здесь итак мы заходим с вами вот что-то мы ошибся сараем извините нам канарейки нужны кажется снова ошибся сараем ладно извиняюсь вот теперь не ошибся теперь по адресу пришли кстати вот канареечка которую я лечу а сейчас видите не видно у них полы помыты все чистенько кал не видно но у нее был понос несколько дней понос остановился сейчас все нормально на местом я это яичко зелень ну все кушает лекарства пьет ну на вид уже смотрите какая справненькая хорошенькая пухлость ушла а ну-ка как она бегает шустренькая ну думаю еще немножко и она будет полностью здорово а вот кстати видите у нее помет помет хороший сформированный такой калачик ну условно говоря так значит по поводу наших канареек наших моих первенцев 2021 года вот они сейчас я уберу эту поилку а то она закрывает фон вот такие у меня красавцы сегодня я им принес веточку алычи уже почки набухли ну что-то они не очень листья салата на ура едят морковку яблоки это любят а вот почки может еще не распробовали вот видите почки хорошие так смотрите у каждого не у каждого через одного наверное через одного у них розовые колечки на ножках видите розовые колечки вон еще розовое колечко такие розовые кольца я решил покольцевать это значит те кто с одного гнезда и они первый и второй вывод в общем сейчас как бы что понятно было в общем так вот эта самка вот эта самка дает первый выводок я их всех отсаживаю там было два птенца и они оказались оба самцы я их отсаживаю и одеваю им розовые кольца на правые ноги лапки это же самка дает второй выводок 4 было я их отсаживаю и также такие же розовые кольца одевают на также на правую лапку то есть они одинаковые первый выводок и второй выводок, потому что их между собой порывать будет нельзя в дальнейшем, получится родная кровь, у них и папа и мама одинаковые, так нельзя порывать, ну так вредно порывать нежелательно так а этих она дала эта самочка сейчас я вам ее покажу вот в общем это такие две умнички самочки вот она морковная или абрикосовая или какая там она оранжевая, как вам камера передает, она дала птенцов, я их ничем не покольцевал вот они здесь без колец вот они желтенькие, видите какие красивые вот они желтенькие и без колец это я знаю, что это от этой самки, то есть я знаю, что без кольца у меня одна кровь сейчас вот у нее на выходе еще трое, смотрите какие они вообще интересные они полностью однотонные и чубы у них хохолки покрашены другой краской коричневой, это смотрится очень красиво я думаю, у меня там есть красавцы а теперь нет мне теперь вот эти больше всего нравятся которые в таких шляпках а вот, кстати, самец ну, у птенцов у папки этих птенцов чуб был желтый он полностью был желтый папка а мать ихня, вон она там сидит морковка вон она сидит, мать вот ихня мамаша а теперь будет у ее мамаши новый жених новый жених и эти детки будут без кольца как и ихние братья от первого выводка ну, а теперь эта самка даст третий выводок от этого самца это уже будут птенцы другой крови у них уже будут и этих птенцов, допустим я уже буду порывать, допустим зелеными кольцами и таким образом на следующий год у меня будет все помечено надежными такими метками потому что эти кольца они не спадают не слетают ничего если я раньше зеленкой мазал они купаются зеленка смывается было очень неудобно ну, с одной стороны а, еще фломастером я паровал то есть метил фломастером но был один такой случай я намазал фломастером таким маркером, знаете выбрал маркер который как бы он и по стеклу пишет и на коже можно он не смывается и почему-то у меня один птенчик помер может быть этот маркер был токсичный я больше не экспериментировал и маркер этот выкинул прям так вышел на улицу в руку взял раз его и он улетел далеко этот маркер в общем, теперь у меня кольца по поводу колец это такая мозаика продается в больших магазинах Икея, в Ашанах она есть можете там походить и посмотреть мозаика я сейчас, наверное, пойду в дом и найду эту мозаику я вам покажу ну, давайте я это в конце видео сделаю я в конце видео вам покажу из чего я делаю кольца и как я это делаю но хочу сейчас сказать что очень удобно одевать эти кольца чтобы у вас на руках были ногти ну, небольшие хотя бы потому что если ногтей совсем не будет там вот подстригли и прям все гладенько то очень неудобно а вот когда небольшой ноготок есть то удобно разжимать с помощью ногтей это колечко и оно прекрасным образом на лапке закрывается оно не жмет диаметр идеально подходит в цифрах не буду сейчас уточнять но знаю, что подходит я одел оно колечко болтается давайте я сейчас одного поймаю я вам вблизи на камеру покажу как это колечко на ножке смотрится вот такой вот у меня детский сад видите я их хочу всех поймать и туда на улицу в ту металлическую клетку но для этого мне нужны теплые солнечные дни сейчас у нас холодно хочется даже иногда из ветерок дует шапку надеть потому что кончики ушей у меня, по крайней мере не предназначены для таких температур и чувствую себя некомфортно сейчас я вам покажу как выглядит колечко на лапке посмотрите друзья, вот видно вот это колечко оно вон видите, вот оно вниз упало и теперь вверху вон она болтается прекрасно она там не давит, ничего там даже есть ну, короче кольцо идеально подходит я это кольцо обычным канцелярским ножом разрезал эта мозаика продается эта мозаика примерно 4 миллиметра или может 5 миллиметров такие как макаронины резанные я ее пополам этим ножиком вот этим ножиком пополам разрезаю и потом там делаю прорезь и пальцами так раз эту прорезь я думаю, сообразите как ее открыть чтобы одной рукой а другой рукой вы будете канарейку держать и вы буквально вот так двумя пальцами это кольцо должны как бы наперекос так ее сделать она раскрывается раз на ножку и все только надо я советую ногти потому что у меня ногтей не было было трудно она как бы соскальзывает и соскальзывает так, значит ну и как бы эта тема у меня давно назревала то, что надо их сажать в один детский сад опоровать брат с сестрой у меня в прошлые годы было как бы с этим трудности теперь я думаю благодаря этим кольцам этим кольцеваниям трудностей не будет ну кто хочет можете другими какими-то штучками кольцевать пожалуйста дело ваше но я хочу вообще сказать в этом видео то, что это удобно кольцевать чтобы потом брат с сестрой не встретились потому что брат с сестрой вредно так значит сейчас еще здесь трое пойдут она сядет на яйца а здесь у этой мамаши сегодня вылупились здесь уже видите полы помыли не видно а тут уж карлупа была валялась а перед съемкой полы моем чтобы было красиво я вам сейчас птенцов еще покажу это уже получается третье третье поколение 2021 года вот они двое видите кушать просит я их подкармливаю эта самочка хоть и умница вот видите и какаем и кушаем эта самочка хоть и умница но почему-то у нее надо 2-3 дня подкармливать мне я помогаю подкармливаю и потом она сама приступает и нормально кормит и здесь еще тоже вылупился сегодня птенец кстати это же она тут сидит на гибридных яйцах я их просвечивал а гибридные яйца пустые но я думаю пусть так и будет сейчас я вам покажу быстро где он тут вот он вот он птенчик еще вот слева сейчас видите раз едет но тут покормила здесь накормлена хотя тоже кушать просит вот 3 яйца гибридные они пустые а вот которая правее лежит это канарейкино оно оплодное скоро выведется самка чуть у меня тут не выскочила в общем вот такое у меня тут пополнение идет детский сад пополняется и я думаю что в этом году я их всем буду кольцевать очень удобно и кольцо не спадает да кстати по поводу этих колец когда я покольцевал ну допустим как вот у меня было я покольцевал их в обед до вечера и до отбоя буквально все ковряли клевали там это кольцо оно их беспокоило может быть даже не беспокоило а просто ну видят что-то на лапке прилипло и все пытались снять почистить поклевать расклевать я думаю ну посмотрим что будет день-два пройдет на следующий день все успокоились никто внимания на кольца не обращал и вот вы сейчас с вами мы сейчас с вами вместе видим что канарейки полностью безразличны эти кольца они на них вообще не обращают внимания вот он сидит слушает что я говорю в камеру смотрит а на кольцо уже никакого дела нет а поначалу очень сильно теребили я думал вдруг ну расклюет или разжует ну нет кольца удержались и еще знаете что думаю я не знаю так это или не так но у меня мысль такая пришла я вот молоднякаш молодняк покольцевал молодняк не справился с этими кольцами а вот если я возьму допустим взрослых канарей какую-то привезу вот у меня допустим есть желтый кенар да а я ему одену ну взрослому одену вдруг взрослый сможет это кольцо вот этот вариант я не проверял молодняку одел они привыкли они станут взрослыми они это кольцо долбать не будут вот я к чему ну а если взрослому одеть ну друзья уж если у вас такая будет будет такой случай ну проэкспериментируйте там сами уже выводы сделаете удержится кольцо не удержится значит по этой теме вроде все я вам сказал пишите комментарии я сейчас вам пойдемте в конце покажу эти кольца эти кольца они стоят вообще недорого если кстати кому надо могу письмом в конверте прислать ну может штук 5 10 штук могу прислать если что в комментариях пишите да кстати по поводу еще гнезда вот эти немножко осталось гнезда шить очень долго так что друзья если кому надо можете сейчас заказать еще в этом месяце я думаю вам кому надо пришлю потому что шить долго я не успеваю честно говоря так понемножку в общем кому надо обращайтесь еще пока гнезда есть гнезда зарекомендовали себя хорошо сейчас я иду потихонечку видите иду показываю вам своих птиц кольца хочу показать наглядно чтобы надо было приготовить но это же все без подготовки тут вот самка собирается нестись и вот только у нее самец все выходим отсюда главное сейчас калитка не ошибиться друзья два слова для общего развития вот такая у нас уже мокрица смотрите мокрица это мокрица пойдет у вас мокрица начинайте давать понемножку по чуть-чуть чтобы не переели и вот у меня здесь повсходила озимая это озимый овес или пшеница я не знаю сюда выливаю ведерко когда поелки и зерно собирается то есть я рву такими пучочками вот это по-моему пшеница вот это пшеница а вот то по-моему овес но суть не в этом суть в том что это все прорастает таким образом хорошим и хорошо идет на корм канарейкам то есть видите какая уже трава выросла а погода холодная ну я имею ввиду канарейк рано выносить вот туйка у меня здесь после зимы просыпается немножко перекошенная вот тут ветки попадали потому что снег чистили и ее снегом завалило но про туйку потом будем рассуждать идемте кольца покажу вот друзья вот такое кольцо одевается на палец и все и помеченный так смотрите вам понадобится вот такой нож можете другим но вот этим очень удобно как он там называется строительный или канцелярский вот эти кольца это мозаика она икеевская или в ашане она есть ну в больших горнах в маленьких ашанах ее нет вот видите такие как бы столбики он примерно 5 миллиметров ну может быть чуть-чуть вот я на зеленом показываю надо было камеру чуть поправить вот они значит эти кольца можно так одеть ну по мне не нравится такой сильно толстый неудобно в общем что я придумал вот так вот ножиком на две части вы ее разрезаете очень легко и просто разрезается будете держать это лезвие раз разрезали у вас получилось два кольца вот два кольца затем затем вы вот таким образом распускаете ага ну в общем я думаю вы поняли да вот так берете и одну сторону одну сторону прорезали вот так когда уже у вас будет два кольца сделано этих маленьких два кольца раз-раз раз-раз прорезали и все и потом берете пальцами и на лапку канарейки кольца не пронумерованные это как бы не кольца это я их называю кольцами это просто мозаика она очень хорошо подходит и диаметр очень хорошо подходит для канарейчного ножки и кольца эти не снимаются они без номера если спросите какой цвет в этом году да это тоже не про эту тему это просто вам чтобы было удобно чтобы вы ориентировались чтобы брат с сестрой не споровать и все а если вам нужны клубные кольца там совсем другие деньги они стоят и там они ну по клубам кольца идут в этом году кстати вот такое кольцо вот 2021 цвет вот это кольцо ну немножко темнее фиолетовый в общем цвет в этом году все друзья на этом говорим подписываемся на канал всем до свидания до скорой встречи какие-то есть вопросы пишите отвечу до свидания до свидания Продолжение следует...